Граждане стали внимательнее читать договор с банком, активнее пользоваться безналичными платежами и больше сберегать. Какие еще итоги работы по финансовой грамотности населения в Чувашии за этот год, смотрите далее. Работа по повышению финансовой грамотности населения в этом году развернулась комплексно. Систематически стала проводиться профильная смена для школьников страна финансия. Прошли различные викторины, мастер-классы и тренинги. В День знаний для старших классов во всех школах республики впервые прошли уроки финансовой грамотности. Сегодня очень важно каждому, тем более в таком мире, иметь какие-то знания по финансам. Чувашия стала одним из немногих регионов, где силами волонтеров реализуется проект «Финансовая грамотность на рабочем месте». Много мероприятий было проведено и для предпринимателей. Например, открытый диалог на тему господдержки предпринимателей и бизнеса в условиях санкций. И деловое ток-шоу с участием Анатолия Аксакова, который ответил на все интересующие граждан вопросы. Я думаю, что система быстрых платежей будет развиваться, скорее всего, по тем банкам, которые не включены в санкционные списки. ЦБ это понимает, и он этот процесс стимулирует. Для граждан пенсионного возраста и других социальных категорий были проведены выездные семинары, обучающие курсы и чемпионат по финграмотности. Для меня лично это было очень полезно узнать свой уровень финансовой грамотности. Были, конечно, и сложные вопросы, но мы старались на них ответить, поломали головы. Мы надеемся, что здесь с нами еще провели немножко семинар, мы надеемся, что все это пойдет нам на пользу, и мы не попадемся на уловки мошенников. Также новым направлением стали мероприятия для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Эксперты провели для них и индивидуальные консультации. Например, мы заплатили 3500 за получение пышлину государственную, а теперь нам ее возвращают. Но мы заплатили 3500, я думала, может быть, подоходный снимут налог из этих денег, но не снимается. Это для меня немножко радостно. В пилотном режиме был запущен проект «Островки финансовой грамотности» с полезными советами по формированию сбережений, кредитованию и защите от мошенников. Первый такой объект появился в Новочебоксарске на остановке «Соборная площадь». Проведено социологическое исследование, и по его итогам мы наблюдаем, в общем-то, неплохую картину. По сравнению с тем, что было полтора-два года назад, у нас на 8% снизилось количество граждан, которые невнимательно читают договор с банком или другой финансовой организацией. На 16% больше жителей Чувашской республики имеют сбережения. Количество безналичных платежей у нас увеличилось на 13%. Ну и также мы наблюдаем увеличение количества пользователей интернет-банком. Подобная работа будет продолжена и в дальнейшем. Уже определены приоритеты на следующий год. Это повышение финансовой грамотности для уязвимой категории граждан и информирование населения о реальной ситуации на финансовом рынке и мерах поддержки в условиях санкции. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Игорь Зверев, Республика.